Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Первых пациентов здесь примут в ближайший понедельник. Сегодня 14-ю Барнаульскую суперполиклинику презентовали журналистам. Завтра в Барнауле выйдут на линию три новых белорусских трамвая. Кто уже успел оценить современный транспорт? Развязка на Зменогорском тракте готова наполовину. Есть ли отставание от графика? Задержанный по подозрению в получении взятки вице-мэр Антон Шаламенцев может перейти под домашний арест. Сейчас он находится под стражей. 2 февраля суд рассмотрит жалобу адвокатов Шаламенцева. И если ее удовлетворят, экс-чиновник приедет из изолятора домой. Напомним, по данным следствия, Шаламенцев, работая председателем Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку в 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность на беспрепятственной основе перевозить пассажиров по выбранным маршрутам. А тем временем бывший глава Ярового Виталий Самобочи осужден за халатность. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка одного из котлов ТЭЦ и в домах упала температура. Ущерб МОП Яровской теплоэлектрокомплекса ценили в 3,6 миллионов рублей. Бывший чиновник свою вину не признал. Суд вынес обвинительный приговор – штраф в размере 70 тысяч рублей. Но из-за того, что срок давности истек, Самобочий освобожден от назначенного наказания. Суд удовлетворил гражданский иск прокурора, выступающего в интересах МОП ЯТЭК, и исковые заявления жителей. Приговор пока не вступил в силу. К другим темам. Южные ворота Барнаула построены наполовину. Движения по многоуровневой развязке на пересечении из Миногорского, Южного и Лесного трактов должны запустить до конца этого года. Ход работ сегодня проверил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и журналисты. На сегодняшний день у нас задействовано 230 человек здесь на стройке. 200 человек рабочих, 30 человек инженерно-технические работники. Больше 200 жителей Алтайского края и других сибирских городов продолжают строить грандиозную трехуровневую развязку на Азминогорском тракте. Ранее на объекте установили пять опор, еще две построили на шоссе Ленточный бор. Сейчас идет монтаж металлических конструкций. Параллельно с наземными объектами идет строительство подземного тоннеля длиной в 460 метров. Развязка на Азминогорском поможет беспрепятственно добираться из центра города в промышленную зону краевой столицы, а также в пригород Барнаула, поселок Южный, Лебяжье и Ягодное. Также объект обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами. Барнаул, Рубцовск, граница с Республикой Казахстан и Чуйский тракт. Во-первых, все ждут объекта. Во-вторых, важное значение в социально-экономическом развитии края. Он, конечно, играет и еще сыграет. Так какие-то неудобства приходится сейчас испытывать. Некоторые, да, но с учетом того, что путепровод на Ленинском открылся, уже, конечно, все это полегче. Начальник Алтай-Автодора Василий Мотус отметил, что за 38 лет своей трудовой деятельности впервые причастен к строительству такого мощного объекта. Напомним, работы начались в апреле прошлого года и уже достигли своего экватора. Развязку планируют достроить к заявленной дате к концу этого года. В настоящее время готовность объекта составляет порядка 45%. В результате реализации проекта пропускная способность данного узла изменится минимум в полтора раза. Это проектные показатели. Но мы так понимаем, что до двух. А это значит, что пропускная способность увеличится с 40 до 60 тысяч машин. Отметим, что стоимость новой развязки достигает почти трех миллиардов рублей. Средства выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Первых пациентов в новом здании 14-й поликлиники начнут принимать с 5 февраля. С этого дня медицинское учреждение сменит название, формат работы и, можно сказать, поменяет статус. Сегодня в новый объект впервые допустили журналистов, в котором рассказали о функционале и технической начинке суперполиклиники города, а также особенностях ее запуска. Тему продолжит Елена Макаренко. Коридор одного из отделений новой 14-й поликлиники, открытие которой барнаульцы, особенно жители индустриального района с нетерпением, ждут уже не один год. Но, как выяснилось, учреждения будут водить поэтапно, подразделения за подразделением. Правда, первых пациентов здесь примут уже в ближайший понедельник, 5 февраля. Официальное же открытие запланировано ближе к Дню защитника Отечества. Новый объект. Не зря некоторые нарекли суперполиклиникой. Здесь с десяток отделений, пять этажей и столько же отдельных входов, 500 кабинетов. Штат еще доукомплектовывают. Но к концу февраля здесь будет трудиться 600 специалистов, а к концу года уже 800. Представьте, это 15 тысяч квадратных метров, такое количество сотрудников, кабинетов. Да, у нас новое оборудование, да, новая мебель, хороший ремонт. Но мелочей их всегда достаточно много. Абсолютно все предусмотреть невозможно. Нет у нас возможности запустить все сразу, потому что мы разорваться тоже не можем. Первым делом в новое здание из прежних пяти корпусов поликлиники переведут женскую консультацию, лабораторию, администрацию. После поэтапно начнут открывать подразделения, которых прежде в структуре учреждения не было. Появится травмпункт, отделение реабилитации, высокотехнологические службы. К примеру, в отделении лучевой диагностики установили два маммографа, космический рентгенаппарат и суперчувствительный компьютерный томограф. Благодаря оборудованию экстракласса в поликлинике планируют увеличить число проводимых исследований и выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. В нем стоит детектор, который делает много-много срезов от той зоны, которую мы заявляем. То есть если у нас идет томография головы, то есть в заявленном участке будет сделано вот это количество срезов и будет создана 3D-конструкция вот этого области. И, соответственно, мы послойно, там шаг в пределах 2-3 мм, представляете, какой процент выявляемости патологии мельчайший, еле-еле заметный. То есть это и метастазы, это и кровослияние. В многопрофильной поликлинике, что обслуживает самый густонаселенный район города, будут принимать до 900 человек в день. И людям больше не придется бегать по разным корпусам, которые находились на первом этаже общежития и были не приспособлены под прием пациентов. А зачастую могло быть так, что у одного и того же пациента было расписано различные консультации и диагностики по всем пяти корпусам. Такие варианты тоже были. То здесь еще и отсекаются направления в другие учреждения, которые расположены в центральной части города Барнаула. И поэтому мы сокращаем количество перемещений у пациента, обеспечивая ему доступность в одном конкретном месте. Из прежних пяти корпусов поликлиники продолжит работать только один на Павловском тракте 281А. А в детском филиале теперь высвободится целый этаж. Там откроют дополнительные кабинеты для педиатров. В сентябре сюда придут работать сразу 10 молодых специалистов. Торжественно открыть корпус для взрослых пациентов планируют до 23 февраля. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Уже завтра в Барнауле на линию выйдут три первых белорусских трамвая. Остальные пока проходят обкатку и их запустят до середины февраля. Счастливчиками станут пассажиры маршрутов номер 1 и 7. Какими способностями обладают новые трамваи и насколько они комфортнее старичков – в сюжете Юлии Щепиной. Такие трамваи уже вовсю катаются по Барнаулу, но пока без пассажиров. Прежде чем взять попутчиков, трамвай должен проехать не менее 50 километров. Сейчас новые трамваи совершают обкатку. Часть из них уже готовится к выходу на линию. Напомним, 10 трамваев белорусского производства закупили на сумму более 700 миллионов рублей. Ведь электротранспорт в Барнауле пользуется спросом. У нас выходят на линию трамваи. Порядка 100 единиц каждое утро выходит и обслуживает сегодня население. Ну и в среднем 50-55 троллейбусов. 28% всех пассажиропотоков перевозит наша с вами гора электротранс. Сейчас в Барнауле средний возраст парка трамвайных вагонов достигает 40 лет. Новые многих удивят удобством и комфортом. Они рассчитаны более чем на 150 мест. 34 из них посадочные. В вагонах есть электронная система оплаты с помощью терминала и USB-порты для зарядки устройств. К тому же трамваи хорошо приспособлены к суровой сибирской погоде. Вагон нагревается очень быстро. Три этапа у него подогрева. И летом, я надеюсь, что барнауле оценят. Потому что кондиционер идет у нас на весь салон от кабины и до самого хвоста. То есть будет очень комфортно. Из кабины водителя есть адресное открывание. Ну вот, например, мы охладили воздух для того, чтобы он быстро не ушел в никуда. Водитель дает адресное открытие. И пассажир из салона, если он будет один только на выход, он откроет одну дверь. И точно так же можно зимой беречь тепло. Можете выйти во вторые двери и подойти из улицы, и ткнуть ее. Хотела бы отметить очень важный момент, что эти вагоны сегодня будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, колясочниками. Но если мы будем говорить о чешских татрах, то они не были оборудованы под это. И я очень рада, что горожане теперь могут этим воспользоваться. Для водителей тоже много преимуществ. Кстати, для работы на новых трамваев отобраны лучшие, со стажем. Обучение проходит 36 часов. Это три 12-часовые смены. В кабине очень удобно. Но даже взять кресло и поворотное, оно с подогревом, подлокотники регулируются, спинка, само сидение. Сидеть очень комфортно. Что касается пульта управления, удобно. Водителям нравится всем. Все под рукой. Салон мы здесь полностью просматриваем. Движение задним ходом мы видим. Плюс система управления вагоном, сам джойстик, он стоит прямо на подлокотнике. То есть отодвинулся, ты все равно достаешь. Очень комфортно. Прокатиться на новеньких трамваях по улицам Краевой столицы барнаульцы смогут уже завтра, 1 февраля. Запустят три трамвая, остальные семь выйдут на линию не позднее середины февраля. Вагоны будут ездить по маршруту номер 1 и 7. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В 2024-м в Крае намерены устранить кадровый дефицит для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это означает, что за год заводы примут на работу 3200 сотрудников. Об этом сообщил председатель Краевого союза промышленников Виктор Мещеряков. Всего же промсектор региона нуждается в 7 тысячах работников. Где их брать и чем завлекать в промышленность, разбиралась наша съемочная группа. Потолка не будет. Заработные платы сотрудников промсектора, мощно выросшие в 2023-м, продолжат расти и в 2024-м. Об этом заявляют эксперты и руководители предприятий. Зарплата остается главным фактором при выборе места работы. У нас в этом году на 125% рост заработной платы. По краю в целом 118%. По обрабатывающим производствам 125%. На конец января в промсекторе Края 7300 вакантных мест. 3200 из них в предприятиях ОПК. Он в приоритете. В этом году в Крае планируют полностью закрыть кадровые потребности оборона промышленного комплекса. Количество вакансий внушительное, но и за 2023-й ОПК приняли 3500 сотрудников. Где брать новых рабочих и специалистов? Эксперты прогнозируют в этом году обострение борьбы за кадры, из-за чего компании будут стараться переманить к себе лучших. Такую агрессивную политику по приемной работе применяли предприятия ОПК, потому что надо выполнять, мы понимаем важность. И на них работала вся система нашей службы занятости. Естественно, туда больше даже приходили не из соседних предприятий, а из других отраслей. Даже из гуманитарных, из различных социальных предприятий, которые приходили, переобучались. Трудоустроив на заводы 7000 человек, алтайская промышленность выйдет на максимальный объем мощности, уверен Виктор Мещеряков. Почти 6000 из необходимых рабочие, остальные технические специалисты. Когда новые кадры брать неоткуда, на предприятиях переобучают сотрудников для ключевых позиций. Такой процесс в 2023 прошли 870 человек. Усилилась профориентационная работа. Будущих сотрудников учат не только в вузах и СУЗах, но и в школах. На заводах говорят, что у современных детей неоднозначная реакция на все, что связано с предприятиями. Они не понимают, что это такое, потому что им не рассказывают это в школах, они не видят это по телевизору, в интернете, в блогерстве. Это не рассказывают. Там совершенно иная сфера. Поэтому мы понимаем, что нам необходимо работать со школьниками, проводить раннюю профориентацию. Но в том числе у нас есть еще в планах и работа с родителями школьников. Да, потому что это тоже для нас очень важно. Кадровая проблема актуальна и для других секторов экономики. Но и там уверены, что это временные трудности. В отношении рабочего класса мы подходим к цифре 2000. Заработная плата, если была в 2022 году 42 тысячи, она сегодня уже составляет 52 тысячи рублей. И сказать, что мы имеем текучесть большую нет. Она минимальная, это стационарно работает коллектив. Но мы реально испытываем сегодня потребность в техническом персонале. За 2023 год зарплата ВПК выросла в 2-2,5 раза, благодаря чему в сектор зашли тысячи новых сотрудников, что провоцирует рост оплаты труда часов и в других секторах. Сфера промышленности по фактору зарплат остается одной из самых привлекательных в регионе. Эксперты уверены, зарплата будет расти и дальше, пока не закроют все вакансии заводов. Но так будет не всегда. Поэтому же сейчас в сфере задумываются, куда перенаправлять тысячи работников, когда СВО закончится и потребности ОПК отпадут. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, еще один из вариантов решения кадровой проблемы – вырастить будущих специалистов. К примеру, студенты Каменского агротехнического техникума теперь проходят практику в центре подготовки, который появился на базе машиностроительного предприятия «Комплекс Агро» в Крутихинском районе. Так, в конце 2023-го практику прошли шестеро студентов-сварщиков. Четверых из них в итоге трудоустроили на предприятии. Следующая партия студентов придет на производство в конце февраля. По словам руководителя компании, их потребность сейчас оценивается в 100 новых сотрудников в связи со скорым расширением производства. Сейчас мы у себя на базе предприятия создаем центр подготовки. Туда покупаются дополнительные станки, дополнительное оборудование. Там будет приниматься в штат человек, который будет заниматься подготовкой ребят. Там же будет и профиориентация, там же будет подготовка, переподготовка наших специалистов в том числе. Любой станок можно купить, любое помещение можно построить, работать кто будет. В пустырь за торговым центром Европы в Барнауле включили в список объектов для голосования по благоустройству. За это несколько лет боролись городские активисты. Напомним, в этом году благоустроят два парка. Это юбилейный, третий этап и бывший парк имени Ленина. В ближайшее время барнаульцы с помощью интернет-голосования выберут общественные пространства для благоустройства на 2025 год. В администрации на заседание отобрали 37 возможных территорий. Всего же рассмотрели 125 заявок. Предположительно, голосование пройдет весной. Он создал собственный стиль огранки камней со смыслом и онлайн-школу для последователей. В Международный день ювелира мои коллеги побывали в мастерской у настоящего мастера по огранке Игоря Литвинова. Сложно ли рисовать гранями на камне, узнавала Дарья Ярошина. В своей мастерской Игорь Литвинов становится творцом и художником. Придать нужную форму камню, чтобы добиться яркого блеска, непросто. А Литвинов и вовсе умудряется рисовать на камнях целые картины. Их можно увидеть сквозь коронку. Учитывается дисперсия камня. Каждый камень имеет свои критические значения. То есть у него есть критические углы, в которых он отдает световозврат. Есть критические углы, в которых он поглощает свет. То есть вот видите, черное вокруг камня. Это сделано специально, чтобы выделить именно четырехлистный клевер. А на этом камне скоро появится герб Советского Союза. Работа на конкурс. Заготовка сейчас для удобства приклеена к специальному инструменту, тоже авторскому. Само строение головки, вот это, оно другое. Классическое строение, оно такое. Здесь всего 16 фиксированных положений. И все. Теперь у меня есть ряд индексных делительных колец. Вот это на 120, есть на 96, на 72, на 77. Что позволяет мне делать различные виды симметрии. Однажды Литвинов вдохновился коллекцией своего кумира Дмитрия Саморукова «Путь спасителя». И повторил ее на кварцевых камнях. Тогда и понял, что хочет создавать собственные концептуальные работы. Со смыслом. Первая коллекция – вера, надежда, любовь. Потом появилась «Счастливая жизнь», где изображение цветов – символы этапа в жизни. Камни, посвященные российской армии. Камни в старославянских орнаментах. Я в камнях выражаю то, что близко мне. То есть я считаю, что честь захотел выразить, потому что я считаю, что это очень важно для человека. В карьере Литвинову по семейным обстоятельствам приходилось делать перерыв. А после сердечного приступа тяжелый физический труд стал противопоказан. Потянуло назад, к огранке. В нужный момент мужчину поддержала любящая жена Галина, его муза. Сначала он открыл собственную мастерскую дома, а позже и онлайн-школу огранки. Это сложно. Мне казалось, что это невозможно сделать. Ну как-то к самому станок сделать. Благо, что я был технологом в Эстонии на предприятии. И я, в принципе, весь станок до болтика разбирал, и я знаю, как это делается. Игорь Литвинов – член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Участник конкурсов и выставок. В огранке уже выработал свои стили почерк и задумывается о развитии. В будущем хочет создавать украшения целиком. Уверен, пока глаза горят, со всеми планами справится. Дарья Ирошина, Андрей Печеркин. День с толком. Хоккеисты «Динамо Алтай» в очередном матче чемпионата ВХЛ крупно уступили в гостях с Каневе и Санкт-Петербурга. А вот футболисты «Динамо» только начинают свою подготовку к новому сезону. Об этих и не только спортивных новостях расскажет Дмитрий Дроздов. Осторожничали, прессинговали и навязывали свою игру. Так «Динамо Алтай» начал матч против питерского «Сканева» в гостях. Но план рухнул уже на восьмой минуте. Хозяева забросили четыре шайбы подряд. Барнаульцы пытались чем-то ответить, но как итог. Первый период завершился со счетом 6-2. Пар от голов продолжился и дальше, правда, все ворота «Динамо Алтай». «Сканева» громит гостей с итоговым счетом 9-4. Следующий матч «Наши» сыграет также в Санкт-Петербурге против местного «Динамо». Соперник сегодня показал, как играть, над чем работать. К сожалению, многие тренеры знают, что на день рождения обычно дарят галстук. Команда, наверное, поздравила меня с прошедшим. Неприятный счет. Многие парни, конечно, не играли. Увидели свет софитов на таком уровне. Будем готовиться к следующему матчу. Разбираться в причинах такой игры. Пока для одних сезон в разгаре, другие, а именно футболисты «Динамо» только готовятся к играм. Команда сейчас на стадии формирования. Кто уже подписал контракт, прошли медобследование. А совсем недавно клуб перешел на тренировочный режим в местный манеж. Команда готовится к новому сезону. В манеже «Темп» идет работа технико-тактической направленности. И, собственно говоря, совершенствуются как индивидуальные, так и групповые командные взаимодействия. Это три раза в неделю наши ребята занимаются в спортивном комплексе «Темп». В политехе команда работает над развитием специальной выносливости. Алтайские моржи Александр Зеленецкий и Олег Чекушкин стали победителями третьего этапа Кубка Федерации зимнего плавания. В турнире участвовало больше 160 пловцов из России и Белоруссии. Температура воды в ледовом бассейне составляла плюс один градус. Индивидуальные награды разыгрывались в девяти дисциплинах на дистанциях от 25 до 200 метров. Александр Зеленецкий, выступавший в возрастной категории 70-74 года, завоевал 9 золотых медалей. Олег Чекушкин выиграл среди спортсменов в 60-64 года 5 золотых и 4 серебряные награды. В абсолютном первенстве оба спортсмена по пяти лучшим результатам вошли в шестерку сильнейших. Дмитрий Дроздов, День с толком. День с толком.